Добрый день, дорогие подписчики моего канала! С вами я, Де104ИК, и это проект... Это 11 серия, и в 11 серии я придумал еще одно маленькое нововведение. Вам не нравится то, что выпадают часто мне игроки, которые дешево стоят, и вы хотите, чтобы я хоть чем-то рисковал. Поэтому я придумал, знаете что? У нас теперь появится минимальная цена покупки игрока, но она будет зависеть от количества серии. Короче, сегодня вот 11 серия, и у нас сегодня будет минимальная цена покупки игрока 11 тысяч монет. Я надеюсь, вам это нововведение тоже понравится, так что давайте начнем, открываем, можно сказать, не пак, открываем трансферный лист и смотрим, кто сегодня нашим игроком будет. Это будет Харикейн. У него одна карточка с рейтингом 85, которая стоит 50 тысяч монет. Я не знаю, стоит это того или нет, но давайте придется нам покупать его карточку за 50 тысяч монет, и вот такими деньгами рисковать так-то уже опасненько. Как-то вот так вот наш состав выглядит. Теперь если Кейн забивает, то мы открываем пак за 7500. Я надеюсь, сегодня мы откроем не один такой пак, так что приступаем к первому матчу. Итак, находим соперник. У него состав из английской премьер-лиги очень интересный, так что давайте попробуем его выиграть. Харикейн проходит, проходил, по крайней мере, надо было смещаться влево, а я не сделал это, и поэтому потеряли мяч. И привезли себе вот такую контратаку от соперника, который ее реализует. Глупо. Так, возможно, хорошие шансы передачи на Кейна проходят, но Кейн не забил такой момент. Очень странно. Кейн прошел одного, и надо смещаться, еще получается пройти, и в дальний угол бью, и это гол от Харикейна. Я не знаю, Харик, Гарик правильно, точно не могу сказать как, но то, что он хорошо исполняет дальние удары, это точно. У него плохая скорость, и это очевидно, но удары издалека, это ого-го. Смотрите, как он хорошо прошел всех, ударил в дальний угол, и это, можно сказать, второй его удар в матче, который дает плоды. Кейн, Кейн вроде бы убегает, и там фалили на нем, а он вроде неплохо бьет штрафные, так что давайте сейчас проверим. Туда, конечно, нападающий убежал, но ладно, давайте попробуем ударить. Надеюсь, что-то из этого выйдет. Наносит неплохой удар, но если бы не нападающий, то может быть что-нибудь получилось. Харикейн, смотрите, это нужно забивать, это гол от штанги. Просто защита разошлась, и открыли просто зеленую дорожку для нашего игрока, который пробежал и забил великолепный гол. Я просто не ожидал, я понимаю, что я сегодня могу 50 тысяч монет потерять, так что я пока что сильно переживаю за этого игрока. Ну, молодец он, что сказать. Так, опасный момент, и мы пропускаем второй гол, но такой неоднозначный момент, мы опять же в защите тупанули. Винить здесь только себя можно. Ой, чувствую не к добру это, но сейчас вратарь нас спасает. Так, а вот сейчас есть очень хороший шанс, если я не затуплю и заработаю пенальти, но судья, как всегда, против нас, так что пенальти он нам не дал. Зато сразу же атака на наши ворота, и там вратарь нас спасает. Ну, что это за приколы, а? Обидненько, и мы рискуем потерять Кейна. Так, хорошая передача, Кейн, мяч у него, ну кто-то помешал нам забить гол. У главой на последних минутах, спасет он нас или нет, мы сейчас узнаем, но скорее всего нет. Хотя Джонни, ой-ой, как высоко по воробьям. Мы проиграли первый матч, и теперь если мы проиграем второй матч, то мне придется квиксельнуть Кейна, который стоит 50 тысяч монет. Но пока что он забил два гола, так что давайте откроем два пака за 7500. Итак, первый пак открываем в надежде на рарного игрока. А нам, походу, он не выпадет. Или... Или... Выпадет, но не тот. Еще один пак, ну, Харикин, кстати, как раз на обложке, но он должен нам помочь, но по крайней мере сейчас... Он нам опять не помогает. Опять серебряный рарный игрок. Так, второй соперник, у него стандартная германская, точнее, немецкая лига. Че-то как-то начало вообще мне не нравится. Так, мне это вообще не нравится. Че за фигня, блин, происходит? 2-0 проигрываю и чувствую то, что Харикейн уже улетает от меня. Ну, что такое получается, и в итоге чуть третий нам не забили. Я не вижу команды, но не получается играть против такого соперника. У него в защите все очень быстрые, даже быстрее, чем мои нападающие. Да, блин, ну, что мне делать? У него Робен, блин, быстрый, у него Ройс быстрый, у него все фланги быстрые, и у меня ничего не получается сделать. Первый удар Харикейна. Ёжики-допорики, что мне нужно делать? Я не знаю, Харикейн был в офсайде или нет, но он забивает гол и не было офсайда. Ювелирный удар, и хотя бы один пак я уже открою после этого матча. Мы еще имеем шансы сохранить этого игрока, и я буду бороться до последнего. Эмбола хорош, пас отдал, нужно забивать, и мы закатываем мяч. Мяч, говорю, счет 2-2, и мы имеем все-таки шансы сохранить эти 50 тысяч монет. Да, забил не Кейн, но слава богу, то, что сравняли счет уже хорошо. Кейн, хорош, как развернулся, и нужно наносить удар, тут его все замели, но не забил. Зато заработал угловой удар, который нужно тоже реализовать, и у нас удар-то получился, и мы забиваем гол. Нифига себе, я не ожидал то, что мяч залетит, да и это не забил Харри Кейн. Но то, что мы сделали камбэк, по крайней мере на данный момент, это уже круто. Смотрите, какой неожиданный удар получился прямо в дальний угол. Вратарь здесь не смог среагировать. Так, опасный момент, и нужно выбить мяч. Хорошо, в защите сейчас отыграли. И опасный момент, на последних минутах матча и соперник не забивает. Все-таки сохранить мы еще Кейна можем, и было бы круто забить им четвертый гол. Честно, очень сильно волнуюсь в конце матча, потому что все-таки 50 тысяч монет хочется сохранить, и мы молодцы. Просто молодцы. Еще у нас есть шанс забить гол, и мы попытаемся это сделать. Харри Кейн в дальний угол, нужно забивать. Обраточку, обратный пас, и добивание нужно. Ну, забили 4-2, это идеально. Просто все, что нужно было сделать в этом матче. Честно, я несказанно рад. Да, там у соперника почему-то интернет плохой, и у нас вот так подлагивало, но мы забили, закатили, затолкали. Я не знаю, как сказать, но мы забили все-таки этот гол. Фух, блин, мы сохранили Кейна. Честно, после того, как я пропустил два гола, я уже не знал, как я буду вам говорить. Типа вот так вот, знаете. Блин, я пытался, но я не смог его вытащить. Я не смог забить эти голы, и мне придется его к экселью. А в итоге сейчас я хочу вам сказать то, что мы спокойно во втором тайме показали идеальный футбол и выиграли нашего соперника. Так что я надеюсь, все-таки поймаем мы рарного игрока. Итак, давайте посмотрим. И Надежда. Надежда мала, но рейтинг 81, кстати, прикольно. И у нас все-таки есть первый рарный игрок. Это, я как понимаю, новый трансфер у Милана. Я меняю ванкера на этого игрока. Так, еще один пак открываем и смотрим. И здесь пока что нету рарного игрока, но все-таки есть. Есть, и это круто. И поменяю я его на Вестермана. Ну а наш состав теперь выглядит так. Что сказать можно про Харри Кейна? Сложный игрок. Честно, сложный. Он вроде бы деревянной скорости нет, но однако у него хороший удар. Может быть, может и подтолкаться. Но самое главное то, что он сегодня забил 4 гола и сохранил мне 50 тысяч монет. Так что я его убираю из состава. Ну а в списке Галеодорфа он теперь находится на предпоследнем месте, забив 4 гола. Ну а на этом все. С вами был я, Дезда Четырех. Я надеюсь, вам эта серия понравилась и вы обязательно поставите лайк. У меня сейчас начинается ураган. Ну а вам хорошего настроения, неплохой погоды и удачно ловить игроков в паке. Всем пока!